Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании Технил и сам я, Артур Идиатули. Для рядового инвестора, японского или иностранного, рост индекса Nikkei 225 до годового максимум в четверг и статус иены в качестве образца стабильности на валютном рынке должны блистать удачу. Однако для самого ЦБ это представляет серьезную зилемму, так как политика необъяснимым образом работает только в угоду рынку, вторыми как задача обеспечения нормальной стабильной инфляции остается невыполнена уже многие годы. Назревшая проблема, естественно, по большей части делал рук самого главы банка Харухика Курода. На заседании в сентябре, кроме стандартных малоинформативных фраз, Курода также заявил, что ЦБ расположен к проведению превентивной политики, которая будет играть роль страховки. Эту идею довольно синхронно озвучили и главы других мировых ЦБ, что говорит нам о координации их действий, координации их методов. И получается, что действие или политика одних, она может как бы служить примером, она может быть лидирующей для политики, для действий других центральных банков. По сути, превентивная политика означает конкретную реакцию, то бишь денежную экспансию на обострение внешних и внутренних рисков до проявления признаков слабости в статистических данных. И такие риски для Японии есть, это замедление экономик США, Китая и еврозоны, что соответствующим образом подтверждается негативной динамикой в данных по производству, в данных по настроениям потребителей, в данных по деловому климату. И также подтверждается действиями центральных банков в периоде сентября-октября. Поэтому указания в сентябре растущей в роли превентивных действий в политике японского ЦБ позволяют полагать, что Куруда выступит с конкретными предложениями в следующий четверг. То есть денежной экспансии в какой-то традиционной форме, например, в виде снижения процентной ставки, либо нетрадиционной форме, например, это увеличение покупок бандов или увеличение покупок взаимных фондов, таргетирование на еще более низком уровне долгосрочных процентов ставок, то есть таргетирование кривой доходности. Прибавить газу также требует и японская инфляция, которая резко замедлилась с апреля 2019 года. Всего за 6 месяцев, грубо говоря, темпы роста цен упали с почти 1% до 0,2% и, как ожидается, продолжит снижаться. Центральный банк Японии может также предпочесть сохранить, оставить амуницию на случай более сильного спада, более стремительного ухудшения данных, однако, избегая активных действий на предстоящем седании, Центральный банк рискует создать впечатление, что у него не хватает амуниции, что он насчерпал свои резервы. Чтобы, получается, убить сейчас двух зайцев, Центральный банк должен выступить с некоторыми дежурными мерами смягчения, например, объявить о небольшом снижении процентной ставки и увеличить, возможно, покупки взаимных фондов, то есть увеличить свою активность на фондовом рынке на 1 трлн иенов, примерно на 9,2 млрд долларов. Сейчас Центральный банк Японии скупает активы на рынке с темпом примерно в 6 трлн иен, это почти 55 млрд долларов. Сентябрьские данные Ассоциации инвестиционных трастов Японии показали, что совокупная чистая стоимость взаимных фондов выросла на 3,9 трлн иен, до рекордных 104,3 трлн иен. Почему это интересно? 3,8 трлн иен из 3,9 трлн, то есть практически все месячное изменение в сентябре, оно пришлось на рост фондового рынка, на рост цен активов на рынке. И всего лишь чистый приток средств составил 100 млрд иен. Если же мы вычтем из этого показателя покупки банком Японии взаимных фондов в размере 140 млрд иен, то получается, что чистый приток инвесторов во взаимные фонды стал отрицательным. Это в очередной раз показывает, что на японском рынке имеют место ценовые искажения, и как раз таки банк Японии является их причиной. Поэтому при оценке стоимости взаимных фондов, при оценке активов на фонд на рынке, нужно учитывать как раз таки эту активность банка Японии, которая как бы дает инвесторам гарантию, что рынок продолжит расти, что на рынке будут присутствовать постоянные покупатели. Соответственно, если на следующем свидании банк Японии увеличивает эти гарантии, сообщая о том, что он увеличит покупку взаимных фондов, то стоит ожидать также продолжения роста на фондовом рынке Японии. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.